Нюх, как у собаки, а глаз, как у орла. От Полины Николаенко, председателя ТОС «Перспектива», не утаится ни одна, даже самая маленькая куча мусора. Беспорядка не терпит ни она сама, ни жители, которые частые гости в ТОСе. Именно они рассказывают о недочетах в работе дворников и управляющих компаний. А уж Полина Алексеевна по всей форме обстановку докладывает в административную комиссию района. Так и добились жители от управляющей компании своего. Мусор из контейнеров вывозить стали регулярно. Знают, если что, долго жители терпеть не будут. То с мигом составит акт и придется платить штраф. Мы там всех знаем, звоним и говорим, почему столько-то сейчас два часа, до сих пор мусора не вывезли. Ну и там мне объясняют, что ладно, чуть попозже. Короче, мы добиваемся того, что в этот день обязательно мусор будет вывезли. О порядке мечтают и жители домов по улице Нагорной. Владелец частного дома предпочитает хранить свои стройматериалы практически на проезжей части. Сотрудники ТОСа устали взывать к совести нерадивого гражданина. Он никак не реагировал, не шел на контакт. На что мы составили акт и передали в административную комиссию на штраф. Сейчас это от тысячи и выше. Если будет дополнительно нарушаться, то есть не исправляться, сумма будет только расти. Сейчас ждем реакцию. Но я думаю, что когда сумма дойдет до более серьезных, он отреагирует и уберет территорию. Мы будем жить уже здесь в чистоте. Составлять акты об административных нарушениях ТОСа стали чаще и более грамотно юридически. Этому их научили на специальных семинарах для председателей ТОСов и административных комиссий. По поручению главы города Дмитрия Азарова они проводятся регулярно. Есть требования закона, что любое обращение гражданина, ТОСа подлежит рассмотрению. Но такого массового характера, как сейчас это хотят сделать, вот начинается только сейчас. Только за февраль районные административные комиссии привлекли к ответственности более трех тысяч нарушителей. В большинстве своем это предприятия и организации жилищно-коммунального сектора. Цена халатного отношения к порядку в городе превысила 4 миллиона рублей. Напомним, что с прошлого года по инициативе мэра Дмитрия Азарова штрафы за нарушения в сфере благоустройства и ЖКХ значительно выросли, а при повторном нарушении увеличиваются в несколько раз. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова